Правила все те же, да и боевой настрой, как у олимпийских спортсменов. Ведь сюда в Сочи приехали глухие спортсмены со всего мира исключительно за победой. В ходе соревнований будет разыграно два комплекта наград среди мужских и женских команд. Спортсмены, конечно, даже что три года назад, что сейчас, практически все спортсмены удивляются от Сочи. Конечно, вызывает восхищение Олимпийский парк, да и сам климат Сочи. В общем, все, конечно, довольны. Очень довольны. 18 команд из 11 стран мира. Сегодня на ледовых дорожках Польша, Швейцария, Россия, Япония, Канада, Корея и Украина. В день проходит по три тура. Возрастных ограничений нет. Участвуют в международных соревнованиях даже целыми семьями. Интерес к керлингу с каждым разом только возрастает. Вы знаете, чемпионат мира третий по счету. Первый чемпионат мира проводился в Канаде. Участников было очень мало. Во втором чемпионате стало несколько больше. Сейчас еще больше, что нас несказанно радует. Второе. Значит, национальные команды, наша национальная команда участвует замечательно. Мне нравится ее уровень подготовки. И организация нам, еще раз повторюсь, очень-очень нравится. Сегодня в первой половине дня соревновались мужчины, женщины после обеда. Их тренер убежден, сочинские тренировки не пройдут даром. Конечно, специфика есть. Некая работа с женской командой. Все очень непросто, учитывая, что все девочки из разных регионов собраны. Но уровень подготовки достаточно высокий. Была возможность нам потренироваться. Поэтому надеемся показать хороший результат. К российским спортсменам относятся как к самым серьезным соперникам. Ведь в 2015 году на Сурдо-Олимпийских играх в Ханты-Мансейске женщины стали чемпионками, а мужчины – обладателями бронзовых медалей. Сейчас чемпионат мира проходит под эгидой Международного комитета спорта глухих, который был образован еще в 2024 году, и Сурдо-Олимпийского комитета России. И сам по себе спорт глухих развивался несколько обособленно от Олимпийских и Паралимпийских игр. Имена победителей же сочинского турнира станут известны 12 марта.